МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом, а это значит ближайшие полчаса. Все о главных событиях и жизни Владивостока. Меня зовут Максим Дудников, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Тяжело в учении и легко в бою. Во Владивостоке стартовал первый вузовский чемпионат профмастерства среди будущих моряков по стандартам WorldSkills. Один из самых трудных и интересных этапов профконкурса для будущих моряков является этап «Практический». Здесь, в этой лаборатории, ребята должны запустить, продиагностировать и привести в действие немецкий приводной дизель-генератор. Яхтиный сезон на Дальнем Востоке стартовал. Традиционно он открылся выставкой катеров и яхт, которая прошла в яхт-клубе «Семь футов». Я сразу поняла, что это мое, мне очень нравится этот вид спорта, что я чувствую свободу, когда встаю на доску. МЧС воспитывает кадры. В Приморской столице прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту. 18 лет существования Федерации пожарно-прикладного спорта через наши секции прошло около тысячи детей. И процентов 30-40 из них остаются потом на работе в системе МЧС России. Также в выпуске в Москве состоялись первые торги по продаже имущества ОАО «Радиоприбор». И еще раз скажем, последний звонок прозвенит для школьников Владивостока уже в ближайший четверг. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Полпредпрезидента России на Дальнем Востоке Юрий Труднев представил сотрудника Министерства по развитию Дальнего Востока нового руководителя Александра Козлова. В пятницу президент России Владимир Путин назначил его министром по развитию Дальнего Востока. До 18 мая Козлов занимал пост губернатора Амурской области. Труднев поблагодарил за работу прежнего министра Александра Галушку. По словам Полпреда, предстоит решить еще немало задач, чтобы люди поверили в Дальний Восток. Полпред отметил, что новый глава министерства родился в Южно-Сахалинске, то есть является коренным дальневосточником, что в данной ситуации очень важно. Отметим, что Александр Козлов стал самым молодым из губернаторов Дальнего Востока. Когда он возглавлял Амурскую область, в 2015 году ему было всего 34 года. Начинал работать он в угольной сфере, проработал в ней более 10 лет. В 2003 году Александр Козлов окончил Московскую академию предпринимательства при правительстве Москвы по специальности юриспруденция. Он известен тем, что на своей странице в Ютьюбе в качестве губернатора Амурской области без приемных и помощи чиновников решил многие проблемы земляков, среди которых были низкие температуры в квартирах в отопительный сезон и поборы в детских садах. Его называли губернатор без фильтров. Именно под таким хэштегом его запрашивают на канале Ютьюб. Возможно, что в Москве решили попробовать на этой должности человека, знающего дальневосточную специфику, потому что статистика Росстата и продолжающийся отток постоянного населения как-то уж слишком сильно диссонировали с победными заявлениями Александра Галушки, отметил политолог. По мнению политологов, назначение Александра Козлова главой Минвостокразвития является частью государственного курса на обновление кадров. Амурская область под его руководством показала впечатляющие рейтинги, в том числе по инвестиционной привлекательности. В Москве состоялись торги по продаже имущества ОАО «Радиоприбор». Один из лотов, выставленных на аукционе, продан почти за 15 миллионов рублей. Цена в ходе торгов возросла более чем в два раза. За эту сумму предлагались одноэтажное здание корпуса номер 21, это цех номер 19, и земельный участок, на котором находится здание. До участия в аукционе были допущены пять участников. Этот лот торговался отдельно от остального выставленного на продажу имущества завода. Основные активы будут проданы 28 июня. Всего на аукцион выставлено 16 лотов. Их стартовая цена составляет почти 217 миллионов рублей. Напомним, средства, вырученные с продажи собственности завода, должны в первую очередь пойти на погашение зарплатного долга перед работниками оборонного предприятия. ОАО «Радиоприбор» является крупнейшим зарплатным должником в регионе. Напомним, по данным на 1 января текущего года, долг по зарплате на заводе составлял 398 миллионов рублей, или 84% всего долга по зарплате в Приморье. Именно из-за долгов радиоприбора «Приморский край» лидирует в списке регионов-должников. Тем временем МЧС объявила экстренное предупреждение в Приморье. В ночь на 23 мая западные районы края попадут под прорывной дождь. Об этом восьмому каналу рассказала заместитель начальника отдела Приморьской гидрометеорологической службы Татьяна Суханова. Эксперт отмечает, что грядущие осадки распространятся на всю территорию края, а в некоторых районах ожидаются грозы. При грозе ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Но уже к концу дня фронтальные разделы сместятся на северо-восток Китая, и на большей территории края дожди прекратятся. После этого 24 и 25 мая в Приморье сохранится нестабильная погодная обстановка. Днем местами возможны осадки, пусть и не сильные. Температурные колебания составят порядка 17-20 градусов по Цельсию. Однако уже к выходным ситуация кардинально переменится. Синоптики ожидают кардинальное улучшение погодных условий. Всему виной антициклон, который и будет определять погоду с вечера пятницы до самого конца текущей недели. Осадков практически не ожидается. В Владивостоке и в южных районах края при северо-западном ветре хорошо прогреется температура воздуха до 24-26 градусов. Ну и в субботу и воскресенье также еще антициклон будет сохранять эту погоду. Но уже на побережье будет прохладнее, потому что ветер сменит свое направление на южное. Поздно вечером 21 мая в пригороде Владивостока сгорел пассажирский автобус. Очевидец происшествия снял случившееся на видео в тот самый момент, когда на месте уже работали пожарные. Но спасти транспортное средство, увы, не удалось. Подробности происшествия пока не сообщаются. Информации о жертвах и пострадавших при возгорании автобуса нет. К другим темам. В 29 муниципалитетах Приморья в этом году зарегистрировано 1206 обращений граждан в медучреждения по поводу присасывания клещей. К слову, на экспресс-исследование жители края сдали 789 особей. В пяти из них был обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита. Наибольшее количество обращений поступило от жителей Владивостока у Сурийска находки Артема Арсеньева. За текущий период года зарегистрирован один случай клещевого энцефалита у ребенка в Спасском районе и один случай подозрения на клещевой энцефалит в Арсеньеве. Незаконные торговые объекты убираются со спортивной набережной Владивостока. Соответствующее постановление подписал глава города Виталий Веркиенко в связи с обновлением популярного у горожан места отдыха. Подробности в нашем следующем сюжете. Торговые палатки с соками и напитками, киоск сувениров и воздушных шаров, шатер с закусками. В списке объектов, которые незаконно расположены на набережной Владивостока. Избавить от них популярное место отдыха в связи с его обновлением поручил глава города Виталий Веркиенко. Совместно с московским конструкторским бюро «Стрелка» специалисты мэрии разрабатывают новую концепцию спортивной набережной. Количество ларьков здесь должно сократиться в пять раз. Уже начался их снос и демонтаж. Сооружение «Спортивная набережная» ранее было передано в аренду. В настоящее время по решению суда договор считается расторгнутым, потому что арендатор не оплачивал арендную плату. И мы в настоящее время убираем объекты, которые здесь находятся самовольно, без правоустанавливающих документов. Прогулочную зону набережной расширят, а торговые организуют грамотно. Стойки с уличной едой и сувенирами будут расположены не сплошным рядом, а точечно и упорядоченно. Также проведут работы по благоустройству в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Украсит обновленную территорию новый тур-объект – проект малоархитектурной формы «Семь сопок». Его планируют установить перед лестницей, ведущей к набережной. Архитектурный образ дополняется настилом из дубовой доски и ночной подсветкой. А вот место, в котором предполагается размещение скульптуры «Семь сопок». На каждой колонне написано название соответствующей сопки и высота. Жители города узнают название сопок, на которых они живут, а туристы смогут посетить все сопки одним махом. Спортивную набережную Виталий Веркиенко проинспектировал в апреле. По его словам, это лицо города – популярное место отдыха жителей и гостей, которое не нужно превращать в торговую улицу. Отметим, администрация Владивостока совместно с полицией ежедневно проводят рейды по выявлению и пресечению в городе незаконной торговли. Ежемесячно специалисты выявляют около ста незаконно размещенных объектов. Анна Бережная, Новости на Восьмом. Поддержку ТОСов, разработку муниципальной программы по их поддержке и развитию, а также ряд других вопросов обсудили в администрации Владивостока. Участие в совещании приняли представители профильных управлений администрации города и депутаты Владивостока. Территориальное общественное самоуправление – сегодня одна из форм организации активных граждан для решения вопросов и проблем конкретно взятых дворов, домов, улиц или даже целых микрорайонов. Собственная инициатива взаимодействия с властью и возможное привлечение спонсоров позволяет жителям решить актуальные вопросы благоустройства и выбирать, что необходимо в первую очередь сделать в их дворе или даже микрорайоне. Разбить цветники и газоны, сделать парковки или установить детские и спортивные площадки. ТОСы Владивостока, по словам чиновников, могут рассчитывать на финансовую, консультационную и методическую помощь от администрации и депутатов города. Кроме того, планируется и финансовая поддержка из регионального бюджета. Претендовать на поддержку мэрии могут и любые другие территориальные общественные самоуправления. Так, например, уже летом в городе стартует конкурс дворовых территорий. Его проведут в рамках программы «Доступная среда». Спасателями не рождаются, ими становятся. Причем многие выбирают для себя эту профессию в совсем юном возрасте и сознательно готовят себя к предстоящим трудностям. Юные пожарные приморья приняли участие в состязаниях на первенство Приморского спортивного общества «Динамо». Во Владивостоке прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту. Целью мероприятия стала пропаганда здорового образа жизни, популяризация профессии пожарного и спасателя и развитие пожарно-спасательного спорта среди подрастающего поколения. А все подробности узнаем от Светланы Садовой. Юлия Дигорян – чемпионка Дальнего Востока в пожарной эстафете 2017 года. К нынешним соревнованиям начала готовиться еще в феврале и не прекращала тренировки вплоть до команды «Старт». Результатом стало третье место в преодолении 100-метровой полосы препятствий среди девушек на состязаниях по пожарно-спасательному спорту на первенство Приморского общества «Динамо». Соревнования прошли во Владивостоке и были приурочены к 95-летию спортивного общества. Атмосфера дружественная, потому что приехал в Биробиджан, мы их знаем, давно знакомы с этими ребятами, бегали на многих соревнованиях. Вообще весь край мы знаем и хорошо все общаемся и дружим. Будущая сборная Приморского края. Пожарно-спасательный спорт в Приморье существует с 2000 года и продолжает набирать популярность. В семи городах края организованы секции по этому спортивному направлению. За 18 лет существования Федерации пожарно-прикладного спорта через эти секции прошло около тысячи детей будущих пожарных. Почти половина остается потом на работе в системе МЧС России. В 2015 году дети из Приморья стали чемпионами России в боевом развертывании. Раньше призеров у нас не было ни среди взрослых, ни среди детей на чемпионатах России никогда. И после этого каждый год у нас появляются призеры. Участники первенства соревновались в четырех видах дисциплин. Преодоление стометровой полосы с препятствиями, прохождение пожарной эстафеты, подъеме по штормовой лестнице в окно второго и третьего этажа учебной башни и боевом развертывании. Первое место завоевала команда из Владивостока. Всех участников наградили памятными подарками и дипломами. Победителям вручили кубки, а самым юным спортсменам – сладости. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой… Последний звонок прозвенит для школьников Владивостока уже в ближайший четверг. Яхтиный сезон на Дальнем Востоке традиционно открылся выставкой катеров и яхт, которая прошла в клубе «Семь футов». Владивосток оказался в рейтинге городов, где жители питают слабость к ненормативной лексике. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Последний звонок прозвенит для школьников Владивостока уже в ближайший четверг. Яхтиный сезон на Дальнем Востоке традиционно открылся выставкой катеров и яхт, которая прошла в клубе 7 футов. Владивосток оказался в рейтинге городов, где жители питают слабость ненормативной лексики. В ближайший четверг, 24 мая, во всех владивостокских школах прозвенит последний звонок. К 11-ти классникам с напутственной речью обратятся директора школ, учителя, классные руководители и родители. Как сообщили в городском управлении образования, в этом году школы Владивостока выпустят 2545 человек. Впереди у выпускников пора экзаменов. Уже 25 мая его начнут сдавать 9-ти классники, а 28 мая к сдаче ЕГЭ по географии и информатике приступят многие 11-ти классники. Следом через два дня, 30 мая, пройдет экзамен по математике. К слову, на период проведения основного этапа единого государственного экзамена в Приморье создадут один из самых крупных в стране ситуационных центров с онлайн-контролем за ходом проведения экзаменов. Его вместимость составит более 120 рабочих мест и позволит охватить все пункты проведения ЕГЭ в Приморском крае. Стоит отметить, что единственное отличие экзаменов этого года в том, что на ЕГЭ будет применяться новая технология. Печать полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях. Во всех 34 муниципалитетах пункты проведения оснащены необходимым оборудованием, которое успешно прошло апробацию. В этом году ЕГЭ в Приморье сдадут более 10 тысяч человек. Для них подготовлены 86 пунктов проведения единого экзамена. Тем временем в Морском государственном университете имени адмирала Невельского стартовал первый вузовский чемпионат профмастерства среди будущих моряков по стандартам WorldSkills. Его цель – повышение качества подготовки курсантов по морским специальностям, выявление уровня готовности их к профессиональной деятельности. Обо всех этапах сложнейшего состязания среди курсантов – наш следующий сюжет. Виртуальный корабельный мостик, тренажер, имитирующий машинное отделение. Некоторые из будущих моряков проходят инструктаж по основным приборам и этапам, другие сразу начинают действовать. О том, что, собственно, происходит сегодня в стенах Морского государственного университета имени адмирала Невельского, лучше всего расскажет сам ректор вуза. «Первый вузовский чемпионат по мастерству WorldSkills в морской сфере. Это очень важно для того, чтобы профессия моряков здесь, во Владивостоке, в морском городе и в Приморском крае, да и в нашей России была популярной среди молодежи». Вышеупомянутый WorldSkills – это особая международная организация, цель которой – популяризация тех или иных специальностей через проведение международных соревнований по всему миру. Конкретно во Владивостокской кузнице моряков состязания включают сразу несколько практических этапов. Но сначала теория. Кстати, среди десятков курсантов были замечены и девушки. К примеру, Маргарита – будущий судоводитель. И с теоретическим модулем она справилась быстрее всех. «Не сложно, потому что я уверена в своих силах и знаниях». После теории девушка принялась выполнять упражнения на тренажере. Конкретно здесь имитируется мостик настоящего судна. И каждое решение здесь продиктовано реальными переменными – от ветра и погодных условий до крена судна и перевозимого на борту груза. «Каждое конкурсное задание включает по четыре модуля. Здесь есть использование тренажеров. Здесь есть и теоретический вопрос. Прокладка судна на тренажере. Маневрирование судна – это касаемо судоводителей». Соревнования предусматривают испытания и для механиков самых разных направлений. Одни исследуют детали и гайки на предмет дефектов. Другие командно управляют целым машинным отделением. А в отдельной комнате – стратегическая карта целого судна. Со всеми насосами, датчиками и подсистемами. «Один из самых трудных и интересных этапов профконкурса для будущих моряков является этап «Практический». Здесь, в этой лаборатории, ребята должны запустить, продиагностировать и привести в действие немецкий приводной дизель-генератор. Несмотря на разнообразие заданий, этот этап далеко не самый зрелищный. Как говорят организаторы, самое интересное впереди – имитация пожара на судне, эвакуация на шлюпках и многое, многое другое. Ну а итоги подведут уже в пятницу. Евгений Черемухин, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Яхтиный сезон на Дальнем Востоке традиционно открылся выставкой «Владивосток Боот-шоу». Для международной выставки катеров и яхт в десятый раз распахнул двери яхт-клуб «Семь футов». Масштабное мероприятие, которое второй год проходит в рамках Тихоокеанского туристского форума, собрало множество зрителей. Как сообщили организаторы, традиционная развлекательная программа собрала на мероприятии более 5000 человек. Экспозиция и шоу-программа радовали публику с 18 по 20 мая. Все подробности с первого дня в материале Дмитрия Беломестного. «Владивосток Боот-шоу» уже получило постоянную прописку на территории яхт-клуба «Семь футов». Именно здесь на протяжении трех дней гости смогли окунуться в атмосферу спорта, туризма, роскоши и комфорта. Здесь можно было найти все для семейного отдыха на воде, либо для активного образа жизни. От сапа до парусника и даже яхты. Дальневосточные компании и представители АТР продемонстрировали катера, яхты, сапы, технику для активного отдыха. Все желающие смогли протестировать понравившуюся продукцию и получить подробную консультацию от специалистов. Взгляды остальных были прикованы к летающим над морем смельчакам. Помимо посещения самой выставки, гости площадки смогли посоревноваться в конкурсах, посмотреть творческие выступления и поучаствовать в любительской регате. Гонка под парусом прошла для всех желающих. В ходе мероприятия были вручены награды отличившимся любителям сапов, среди которых были как начинающие, так и более опытные. Я начала заниматься сапбордингом в начале лета прошлого года. Я сразу поняла, что это мое, мне очень нравится этот вид спорта, что я чувствую свободу, когда встаю на доску. Первый раз я попробовал кататься на сапе на Гавайях, это было примерно 4 года назад. Меня очень увлек этот спорт. Я начал заниматься сапами на скатании на волнах. И потом папа предложил мне попробовать и участвовать в гонках, это меня увлекло еще сильнее. Первый раз встала 3 года назад, попробовала, что-то как-то так, не получилось, не зашло, потом втянулась. Мне очень нравится путешествовать именно на сапе. Владивосток-бот-шоу – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние 8 лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока, а также украшением Тихоокеанского туристического форума. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом. Далее о спорте. Спартак Приморье может перейти в высшую баскетбольную лигу России. Любители маунтинбайка открыли сезон соревнований на Кубке Владивостока. Сразу 7 медалей привезли приморские кикбоксеры с чемпионата и первенства страны. Ну а все подробности расскажет Максим Яковлев. Баскетбольный клуб «Спартак Приморья» способен выступать в единой лиге ВТБ. Такое мнение высказал в Рио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Он отметил, что команда в очередной раз доказала, что является флагманом дальневосточного баскетбола и сильнейшей командой Суперлиги. Тарасенко выступил с инициативой ходатайствовать об участии «Спартака» в самом статусном чемпионате России в единой лиге ВТБ. Также был поднят вопрос о поиске подходящего спонсора. Сам коллектив отметил, что идея интересная. Для баскетболистов это дополнительная мотивация и хороший вызов. Напомню, «Спартак Приморья» завершил этот сезон в статусе чемпиона Суперлиги. Золотые медали команда получила третий раз в истории, таким образом став самым титулованным коллективом лиги. Любители маунтинбайка поборолись за Кубок Владивостока. Велосипедные соревнования уже второй год подряд становятся открытием спортивного сезона. В этот раз в открытой гонке приняли участие более ста гонщиков со всего Дальнего Востока. Опыт и возраст велосипедистов был абсолютно разным. Участвовали и новички, и дети, и даже ветераны велоспорта. Трасса для маунтинбайка пролегала в районе бухты Новик, где стартом и финишем являлся поселок Мелководный. Лучшее время в марафоне на дистанции 60 километров показал житель Владивостока Сергей Гринев. Он проехал дистанцию за 2 часа 49 минут. Лучшее время в полумарафоне на 30 километров показал Константин Филькин из Находки. Он потратил на весь путь полтора часа. Как отметили организаторы, после открытия спортивного велосезона массовые заезды маунтинбайкеров будут проходить ежемесячно. Чемпионаты первенства России по кикбоксингу прошли в городе Томске. В течение пяти дней спортсмены показывали свои навыки в разделе «Фулл контакт» с лоу-киком. За звание сильнейших боролись 358 участников из 40 регионов Российской Федерации, среди которых был и Приморский край. Наши кикбоксеры достойно выступили и завоевали 7 медалей – 2 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую. Призерами стали Даниил Сурменко, Алексей Баринов, Полина Чуйко, Ксения Яковенко, Тарас Портнов, Бори Мигеев и Станислав Петров. Большая часть бойцов представляют Владивосток и, в частности, спортивный клуб. Бастион. Напомню, в конце апреля приморцы отличились также на всероссийских соревнованиях по обычному «Фулл контакту», откуда привезли две золотые медали. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. В Москве состоялись торги по продаже имущества ОАО «Радиоприбор». Один из лотов, выставленных на аукцион, продан почти за 15 миллионов рублей. У Министерства по развитию Дальнего Востока новый руководитель. По мнению политологов, назначение Александра Козлова, главой Минвостокразвития, является частью государственного курса на обновление кадров. Пассажирский автобус сгорел в пригороде Владивостока. Информации о жертвах и пострадавших при пожаре автобуса нет. Более 1200 приморцев обратились за помощью после укусов клещей. Был зафиксирован первый в текущем году случай клещевого энцефалита у человека и один случай подозрения на него. Последний звонок прозвенит для школьников Владивостока уже в ближайший четверг. Впереди у выпускников пора экзаменов. Уже 25 мая его начнут сдавать девятиклассники, а 28 мая к сдаче ЕГЭ приступят многие одиннадцатиклассники. Владивосток оказался в рейтинге городов, где жители питают слабость к ненормативной лексике. Приморская столица заняла 29 место из 30. А на сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Переменчивая погода последних дней не дает жителям юга Приморья в полной мере насладиться теплом и великолепием цветения абрикоса, грушевых деревьев и яблонь. Но буквально накануне всеми прелестями май смогли насладиться обитатели Приморского сафари-парка. Нежной майской зеленью, белоснежным цветением, а также яркой шерстью и грацией краснокнижных хищников любуемся все вместе, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова